Я не знаю, как у американской публики, но у российской точно есть новый сказочный персонаж. Это Джен Псаки, официальный представитель Госдепартамента. На этой неделе тысячу пользователей интернета предлагали прокатить ее на выборной карусели. Джен просто поражает своей некомпетентностью вообще во всем. Если только не в этом тайное оружие Госдепа. Впрочем, и ее шеф Джон Керри тоже называл когда-то Киргизию Кырзахстаном, а Израиль страной апартеидом. Изъявил, кстати, как-то, что в Америке у вас есть свобода быть глупым. Неужели Джен выбрана, чтобы доказать эту затейливую мысль? И кто она такая, Джен Псаки? Секретное досье составляла Инна Чукина. Если бы не американский флаг и эмблема Госдепартамента на заднем фоне, все это можно было бы принять за самое масштабное американское юмористическое шоу. Охват аудитории – 190 государств. В эфире ежедневно по будням. Но главное – диалоги, достойные лучших сценаристов стендап-камеди. Мы отказываемся признавать результаты выборов на юго-востоке Украины. Нам стало известно, что там было много нарушений. В выборах принимали участие жители Москвы и Санкт-Петербурга. Привлекали детей. В бюллетене были заполнены заранее. Была выборная карусель. Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Извините, вы сказали выборная карусель. Не совсем понимаю, что это? Да, мне тоже незнаком этот термин. Но вы говорили еще про детей. Может, это значит, что люди садились на игрушечных лошадей, катались по кругу и так голосовали? Я не думаю, но я уточню. Смех журналистов за кадром только добавляет атмосферы и давно не смущает главную героиню этого политического реалити-шоу. За время кризиса на Украине клуб поклонников официального представителя Госдепа пополнили миллионы россиян, узнавшие из ее заявлений много нового о себе и мире. Девушка, грозящая кораблями у берегов Белоруссии, у которой, к слову сказать, нет выхода к морю, не дает покоя даже музыкантам группы «Конец фильма». Они не пожалели свой хит и перепели его для Дженнифер. И тут один из нас сказал, а пойдемте в Саки. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? А мы такой компанией возьмем, да и припремся к Псаки. Псаки? А кто такая Псаки? Дженнифер действительно не курит, а во время учебы в одном из престижных университетов Америки она занималась плаванием на спине. Прямо со студенческой скамьи ушла в политику. Сначала помогала сенаторам на кукурузной периферии Америки в штате Айова, но уже через несколько лет ее заметил будущий начальник Джон Кэрри и передал ценный кадр товарищу по партии Бараку Обаме. Псаки становится пресс-секретарем кандидата в президенты. Большой подарок для соперников-республиканцев. Итак, есть видео серьезной операции в Ливии. Видим местных террористов. Так какой план сейчас у нашего правительства там? О, я думаю, президент Обама и Хилари Клинтон знают об этом больше. Но вы сегодня с нами представляете их на дебатах. Так какой план примерно? О, это точно сдают в департаменте. На сайте тоже все написано. С тех пор на всех центральных каналах Америки выступления Псаки стали ставить в рубрике «Хотите смейтесь, хотите плачьте». Не до смеха только тем, о ком она говорит. А скажите, а какое главное достижение Хилари Клинтон за время работы на посту госсекретаря? Ну, это целый ряд мероприятий. Нельзя вот так прямо сказать. Ну, хоть одно назовите. Неужели она была не готова к этому вопросу? А ведь Хилари Клинтон заявляла о своих амбициях на пост президента в 2016-м. Также неуклюже Псаки оправдывала свою предшественницу Викторию Нуланд после скандального разговора по телефону, в котором помощник госсекретаря резко и нецензурно рассказала, куда идти Евросоюзу. Но Псаки не растерялась и в своей традиционной уже манере выкрутилась из ситуации. В молодости Нуланд 8 месяцев работала на торговом судне, и там были в том числе и русские моряки. Возможно, она обучилась там бранным словам, в том числе и русским. Но при чем здесь русские? Разговор-то был на английском языке, и ругательство тоже? Да это же я просто пошутила. Но не все так плохо в судьбе Дженнифер Псаки. Например, министр иностранных дел России Сергей Лавров даже делает подарки барышне. Вот такая розовая шапка-ушанка теперь есть в гардеробе пресс-секретаря Госдепартамента. Дженнифер даже пообещала в таком виде прогуляться по Вашингтону в будущей зимой. Но и здесь злые журналисты не удержались. Говорят, под рыжие волосы не очень хорошо идет розовый цвет. Может быть, Джен Псаки стоит покраситься в блондинку? Полюбили Дженнифер и на просторах русскоязычного интернета. Многочисленные фото-жабы и демотиваторы. Да что там, даже фамилия стала нарицательной. Новое существительное Псаки означает некомпетентность и русофобию. Что за Псаки ты несешь? Критикуют друг друга блогеры и журналисты. И все гадают, кто такая Псаки, а главное, зачем. Американская политика, нынешняя, в первую очередь, отношение России, носит характер, ну, совершенно сериалистический, нелепый и идиотский. И поэтому такая вот, как бы, страстная дура, которая, похоже, действительно верит в ту чушь, которую она несет, она очень адекватна на этом посту, она с задачей справляется. Во всем этом шоу есть еще один не менее важный герой с совершенно непроницаемым лицом. Мэтью Ли на каждом брифинге задает вопросы, ответы на которые впоследствии и становятся хитами интернета. Журналист Ассошиэтэд Пресс, признается, делает это не шуток ради. Просто Госдепартамент и конкретно госпожа Псаки отвыкли от того, что в их фарс отказываются верить. Журналистам Вашингтона очень сложно сейчас. Представители тех крупных каналов и изданий, которые сидят вместе со мной в Госдепартаменте, у них тоже много неудобных вопросов, но они не могут их задать, потому что у редакции есть так называемые свои источники информации в правительстве, и в случае чего их сразу перекроют. За дверями Госдепа американские журналисты все же смелее называют Псаки мучительницей Джен, по аналогии с маленькой девочкой из диснеевского мультика, которая терроризировала аквариум. А музыканты в далекой холодной России, которую Псаки так критикуют, не теряют надежды с ней познакомиться и может даже приехать в гости. Красиво одевается, красиво говорит и знает совершен все английский и иврит, ну а мы с такими рожами возьмем, да и прикремся Псаки. И все, кто с ним выли, говорят, что она просто прелесть. Инна Чукина, Игорь Чигарев, Николай Михайлов, Алексей Панасевич и Антон Минахин. Пятый канал.